Слава Иисусу Христу! Сегодня я буду говорить о Духе Святом. Если бы вы меня спросили, какая тема года для меня в моей личной жизни духовной сегодня, или какой стих из Писания, над которым я размышляю больше всего на протяжении последнего времени, это именно вот эта тема, которая написана у вас на экране, Дух Святой. Это то, о чем я много думаю, это то, о чем я много читаю, это то, что я хотел бы больше знать, больше хотел бы о Духе Святом узнать, лучше хотел бы его понимать, хотел бы, чтобы именно он руководил жизнью, хотел бы иметь вот это водительство от Духа Святого. Дух Святой, о нем так много написано в Библии, в Писании, что я начал выписывать все места Писания, которые говорят на тему Духа Святого, их собралось так много, столько страниц, что я думаю, неужели так много написано в Библии о Духе Святом, и так, наверное, мало мы о нем говорим, и, наверное, так мало мы о нем знаем, о Духе Святом. Но Дух Святой играет настолько колоссальную, важную роль в жизни любого верующего, что, наверное, не хватит сил, не хватит служений, времени, чтобы все рассказать, насколько это важно, именно Дух Святой. Именно Дух Святой, он играет настолько важную роль, что без Духа Святого наше христианство, оно стоит просто мертвой религией. Без Духа Святого. Дух Святой, он в жизни Иисуса Христа имел, мне кажется, настолько Иисус был зависим от Духа Святого, что, начиная с самого рождения, Иисус Христос был зачат Духом Святым, дальше Писание подтверждает, был Вадим Духом Святым, дальше совершал работу на земле Духом Святым, и также был облечен силою, тоже Духа Святого. И, оставляя эту землю, Сын Божий сказал, «Я вам пошлю Духа Святого». И сегодня, вспоминая эти события, мы быстро прочитаем Деяние 2 глава, там, где описывается, как Дух Святой сошел на землю. Деяние 2 со 2 стиха. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились они, и явился им разделяющийся языки, как бы огненные, и почилина по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках». Итак, вопрос, кто же этот Дух Святой? Кто Он? Что это? Где оно? Как Его взять? Как с Ним работать? Какую Он пользу, роль играет здесь на земле сегодня? Итак, первое. Дух Святой – это личность. Многие думают, что Дух Святой – это сила, или это энергия, или это чувства какие-то необычные. Но первое, что мы должны знать и напомнить всем нам, это то, что Дух Святой является личностью. Это живая личность. И не имея времени, конечно, у меня тут конспектов на две части, на несколько служений, я постараюсь сказать вам только главные мысли сегодня. Библия подтверждает, что Дух Святой – это личность. Например, Он имеет разум. Дух Святой имеет волю. Дух Святой говорит, например, евреям 3 глава, 7 стих написано, «Почему как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его?» Ну, дальше можно еще также добавить о Духе Святом, то, что Дух Святой – Он есть Бог. Это очень важно знать, понимать. В самом начале, когда еще творилась только земля, Деяние, 1 глава, уже там был задействован Дух Святой, написано, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий, Дух Божий носился над землею. Это был Дух Божий, который был задействован в самом начале в создании творений. И дальше Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих написано, «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Этим местом Писания мы видим, что Дух Святой, Он является Богом, Он является частью Троицы. И поэтому для нас сегодня, прежде чем мы пойдем дальше, важно верить в то, что Дух Святой – это есть Бог. Какая же роль Духа Святого сегодня на земле? Об этом тоже очень долго можно говорить. Я просто вкратце пробегусь, и, возможно, в другой раз мы поговорим более подробно, останавливаясь на каждом пункте. Роль Духа Святого об этом очень ясно написана в Писании. Первое, прежде чем мы пойдем и говорить будем о ролях Духа Святого, я хочу напомнить Иоанна, 16 глава, где написано так, 7 стих. Иисус сказал, «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Представьте себе, что вы жили во время Иисуса Христа, и вы видели все чудеса, вы видели мудрость, учение, знамение, силу Божью в Сыне Божьем. И когда Иисус Христос предлагает, что я покину эту землю, наверное, я думаю, если бы я был бы там, я бы, наверное, искал аргументы, как убедить Христа остаться на земле. Я бы приводил примеры, показывая Христос, вот там есть еще бедный человек, вот там есть хромой, вот там есть больной, вот там одержимые люди. Нужно еще немножко твоей мудрости, учений, Иисус, пожалуйста, останься. И представьте себе, как настолько это лучше, что сам Сын Божий, сам Бог говорит, лучше для вас, для нас, всех живущих на земле сегодня, всех, кто находится в церкви, кто смотрит нас онлайн, Христос убеждает, что лучше. Вот представьте теперь себе важность Духа Святого, роль Духа Святого. Если Иисус убеждает, что лучше, чтобы я пошел. Кажется, Иисус Христос настолько он сделал пользы, блага, добра на земле людям, что кажется незаменимая личность. Ну как можно заменить Христа? Ну как можно его возместить, заменить? И представьте себе, проект или план, идея Бога. Иисус Христос сам себе находит замену. И эта замена выражена вот именно в Духе Святом. Третья личность Божества. И Иисус Христос как бы этим показывает нам, людям, что да, я знаю, что есть больные, да, я знаю, что есть одержимые, да, я знаю, что есть проблемы, да, я знаю, что у нас много проблем и нуж на земле. Но Иисус говорит, но я же сам был на земле. Я ходил среди людей. Я изучил ситуацию на земле, как никто сам лично быв на этой земле. И я понял, что человек ни в чем, ни в ком так не нуждается, как в утешителе, в Духе Святом. И в той силе, которую мы обретаем через Духа Святого. И поэтому сегодня забота Бога о том, чтобы этот Дух Святой, Он одновременно, потому что как Бог, Он вездесущ, Он был здесь, среди нас, среди людей в разных местах, служа нуждам нашим. Вы знаете, что Дух Святой, который оставлен нам, и Фессианам написано, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Это как печать, которая была поставлена Богом. Это вот есть вот это наличие Духа Святого в нас. Еще одно подтверждение того, что Дух Святой, Он в нас, написано 1 Коринфянам 3,16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий или Дух Святой живет в вас? И здесь можно остановиться и задать себе много-много вопросов. Как это Он живет в нас? Как этот Дух Святой действительно живет в нас? Это то, что мы прочитали с вами сегодня. Вернемся к этой мысли чуть позже. И теперь хотел бы очень кратко пробежаться о роли Духа Святого. Первое. Дух Святой, Он назван утешителем. Он утешает. И сегодня, как никто, утешает. Второе. Дух Святой, Он учитель. Он учит. Как никто. Самый лучший учитель, который дан нам от Бога. Приведу вам только один короткий пример. Иоанна 16,12-15. Написано, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить то, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня. Заметьте, вот роль Духа Святого. Он работает в полной гармонии с Иисусом. Написано, что Дух Святой, Он прославит Христа. Дух Святой всегда прославляет Христа. Все, что Он делает, все Его действия здесь на земле, направлено на то, чтобы воздавать славу, славу Иисусу Христу. В этом же месте Писания написано, что Дух Святой, Он назван Духом истины. Это есть истина. Он есть Дух истины, который говорит нам эту правду и сегодня. Говорит, что Дух Святой, Он возвестит будущее. Он будет говорить нам. И сегодня этот Дух Святой, Он находится среди нас. И еще очень важная деталь в этом месте Писания написано, что Он наставит нас на всякую истину. В новом переводе написано, Он ведет вас во всю полноту истины. А Христос, когда был на земле, Он сказал такие слова в этом же отрывке, что вы теперь не можете всего вместить. Сам Иисус сказал, я много еще имею, что вам сказать, но вы не все сможете понять, не все сможете вместить. Но Дух Святой, видите, насколько это лучше, который придет, Он наставит вас на всякую истину. Кто читает по-английски, написано, He will guide you into all truth. То есть на всю-всю-всю-всю полноту истины, которую мы имеем, потенциал, который мы имеем знать, как христиане, вот этот именно Дух Святой поможет нам прийти к познанию всей истины, которая сокрыта в Писании. Еще одна роль Духа Святого – это путеводитель или руководитель. Мы не будем долго останавливаться на этом. Как я сказал, что это можно посвятить этому целую проповедь, останавливаясь на каждом пункте, на ваших экранах вкратце, главной роли функции Духа Святого – утешитель, учитель, путеводитель. А сегодня мы с вами остановимся на следующем пункте, который называется «Взаимоотношения с Духом Святым». «Взаимоотношения с Духом Святым». Начнем с вами с общения с Духом Святым. Это то, над чем я размышляю в последнее время, то, к чему я сам учусь в последнее время, то, в чем я хочу пребывать, расти и развиваться. Второе Коринфянам, 13 глава, есть один очень известный стих, 13-й. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». И мы уже мыслями в ресторане. Так обычно бывает, потому что так обычно заканчиваются служения в церквях. Но здесь это местописание наталкивает нас на совершенно другую мысль. Здесь говорится, я хочу остановиться, во-первых, о любви, Божьей, что очень для нас тоже важно, о благодати тоже. Но давайте остановимся на слове «общение Духа Святого да пребудет общение Духа Святого со всеми вами». По-английски это слово «communion» или «fellowship». В греческом оригинальном тексте вот это слово «общение», оно стоит там слово, которое называется «kainonia», которое дословно переводится то, тоже как общение или же партнерство. Чтобы нам больше понять, о каком общении, как это может быть общение с Духом Святым, как оно работает на практике, приведу вам несколько параллельных мест Писания, которые говорятся в Новом Завете и которые используют то же самое слово «общение», тот же самый корень и тот же самый номер стронга, которыми определены все слова, которые есть в Библии. И это параллельное местописание 1 Иоанна, 1 глава 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Общение друг с другом, вот общение с людьми. Вот представьте себе, на какой уровень ставится Дух Святой и призывает нас в Писании иметь общение, вот как мы имеем общение с людьми, общение с Духом Святым. И теперь давайте попробуем порассуждать, что такое общение с Духом Святым, как это работает на практике. Первое – это то, что общение требует время. Мы все с этим, наверное, согласны. Качественное, личное, глубокое общение, оно требует время. Второе – общение требует уединения. Вы согласны, что тут в коридоре мы тоже иногда общаемся после служения? Но это общение можно назвать в коридоре, на ходу, в проходе, мимоходом, и оно недолгое и неглубокое. Общение глубокое, часто мы просим встречи, такой личной, закрытой. Точно так же и происходит это и с Духом Святым, когда мы с Ним встречаемся в молитве. Общение в себя включает также диалог. Этому я учусь больше и больше. Я всегда раньше в молитве очень много говорил, и эта Библия нам не запрещает. В Библии написано, что мы можем благодарить. Библия разрешает, дает нам право просить. Но вы знаете, что Библия также говорит о том, что мы должны и слушать. Я вспоминаю историю Давида Вилькерсона. Я очень уважаю этого человека. И он однажды, слушая его проповедь, он сказал так. Он молился в своей комнате тайной, помолился за всех своих детей, за внуков, за церковь, за все свои нужды, и потом поблагодарил Бога и выходил из комнаты. И Дух Святой ему сказал, Давид, а как насчет меня? Он не слышал как бы голос физический с неба. Он это почувствовал внутри, в сердце, на уровне своего разума. Он понял, что это Бог говорит к нему. А как насчет меня? Может быть, теперь послушай, что у меня есть для тебя сказать? И вот вы знаете, друзья, моя молитва как-то изменилась. В последнее время я молюсь, конечно, много разных нужд, но иногда в молитве ты просто молчишь, особенно когда ты наедине с Богом, когда ты приходишь в Его присутствие в глубоком почтении к Богу, и ты просто слушаешь. И вы знаете, что от Духи Святой то можно добавить вот одну такую важную вещь. Как человек, рожденный с ногами, должен учиться ходить, так верующий должен учиться слышать голос Божий. Как ребенок должен учиться ходить, использовать свои ноги, так человек, в котором живет Дух Святой, должен учиться слышать его голос. Потому что написано, мы читаем с вами в Библии, что овцы голос его слышат. То есть есть время, сезон, и в нас есть этот потенциал заложенный, чтобы мы слышали Бога, слышали то, что Он говорит. Вы знаете, что общение с Духом Святым это не так, как общение с человеком. Оно немножко на другом уровне, в другом измерении, потому что Дух Святой, Он есть Бог. Я не думаю, вот некоторые, может быть, так рассказывают, что я с Духом Святым, там мы обнялись, мы там, я Ему дал хай-файв, Он мне на колени сел, мы так с Ним пообщались. Я верю, что это на другом уровне, на другом измерении. Он есть Бог, это Дух Святой. И чаще всего, когда Он говорит, Дух Святой, когда мы имеем вот общение, то Он не говорит, Он так бывает, бывает, но это редко. А когда Дух Святой говорит, чаще это происходит, что мы слышим Его голос в сердце. Это приходит или на уровне мыслей. Это приходит глубокое понимание, уверенность, что то, что ты услышал, это от Бога. И когда это слово приходит, тебе это дает такой заряд, такую смелость, такую твердость, уныние сразу исчезает. И вот иногда бывает на своей, на моей практике, потом какой-то сезон, или я там засуетился, не слышал, не общался с Духом Святым, или какое-то было молчание, и потом я чувствую, вот все падает, увядает, я сам такой вялый, все так сухо, все так уже мертвое такое встает. И ты понимаешь, тебе нужно снова услышать, тебе нужно вот это снова общение с Духом Святым, тебе нужно слышать Его голос в свою жизнь. Вот почему нам важно общение с Духом Святым. Общение также включает в себя двухстороннее наслаждение. То, что нам тоже, наверное, трудно понимать. В общение также входит назидание, где мы получаем какую-то пользу, когда мы разговариваем, общаемся. Вы знаете, что в общении с Духом Святым не обязательно, не обязательно тебя должны переполнять, хотя это бывает. Я сам переживал, испытывал это, когда Дух Святой тебя наполняет, и ты реально чувствуешь, ощущаешь Бога. Но бывает и наоборот. И поэтому не надо смущаться, если не обязательно какие-то чувства сверхъестественные сверхъестественные тебя наполняют. Если, например, общение происходит у тебя с близким человеком, например, с женою, то правда бывает, что когда ты с женой пообщался час, не обязательно у тебя такие чувства переполняют, эмоции, ты там летаешь, ты что-то такое пережил сверхъестественное. Ты просто пообщался, близко, качественно провел время. Но вот эти общения, каждый раз, когда ты час провел, с ней это и строит отношения, правда? Сближает, строит взаимоотношения и отношения. Вот точно так же бывает и с Духом Святым. Еще что можно сказать об общении с Духом Святым, это то, что когда мы имеем близкое, глубокое общение с кем-то, то мы приходим туда не только тогда, когда нам что-то надо, а мы приходим туда просто так. И когда мы говорим о Боге, которого мы любим, мы так думаем и иногда говорим, что мы Бога любим, и так же мы можем сказать и Духа Святого, так же мы любим и хотим общаться с Ним, то мы приходим туда не только тогда, когда нам нужно что-то от Него получить, а просто потому, что нам нравится быть в Его присутствии, нравится быть в Его компании, в этом общении с Духом Святым. И это тоже очень хороший практический тест, как часто, как нам хочется приходить к Богу вот просто так, потому что мы Его любим. Как мы имеем это общение с Духом Святым? В нашей жизни каждый может ответить сам себе. Еще что можно сказать об общении с Духом Святым, это когда Библия говорит, что Он живет в нас, а если Он в нас, можно расслабиться и сказать, что уже все нормально, все, Он живет в нас, ну пусть себе живет. Представьте себе, что этот Дух Святой, его можно, давайте мы его сравним с каким-то человеком, и которого вы взяли к себе в дом. Вы дом, вы хозяин, и к вам пришел вот этот человек в гости. И когда он пришел в ваш дом, то у вас может быть интересный период общения, знакомства вот с этим человеком. Либо вы его можете посолить в вашу пятую комнату, не видеться с ним, либо вы можете начинать с ним ближе как-то стараться знакомиться и общаться. И первое время, что может быть, какой-то такой, знаете, такой сезон, говорят, такой анонс, а как у вас там вот этот квартирант, как вы с ним общаетесь? И вы отвечаете, ну у нас с ним такое интересное общение. Это значит, что ну так себе, вроде бы и есть, и нету такое интересное, так друг к другу улыбаемся, на расстоянии, держим дистанцию. Это вот тоже, он вроде бы как бы у вас дома живет, но у вас с ним отношения могут быть минус два, даже не ноль, а минус температура, понимаете, да? Или же у вас с ним отношения такие, ну так, ну хай-бай, это второй, другой уровень отношений. Или же вы с ним становитесь близкими, друзьями, это еще один уровень отношений. Или же вы этому человеку придете и говорите, вот тебе ключи, с этого дня ты хозяин. Это еще один уровень отношений с Духом Святым или с вот этим вот человеком, который живет у вас в доме. Вот точно так же мы относимся к Духу Святому, который живет в нас. Мы не против, пусть живет, слава Богу, что живет. И даже как-то, ну Дух Святой, я тоже имею Духа Святого. Вопрос вот этих отношений, взаимоотношений, пользы, общения с Духом Святым, вот что меняет или же влияет на нас. Вы знаете, что некоторые говорят, что Дух Святой можно сравнить, возможно, с отношениями с женой. Вот бывает, знаете, муж с женой, или marriage, вот эта семейная жизнь, можно быть легально семейно женатым, да, или замужем. Легально, все по документам, все есть. Живем в одном доме, спим на одной кровати, у нас есть ответственности у каждого. Но иногда жена говорит, слушай, дорогой, я вот не чувствую, что мы с тобой как-то близкие. И у мужа глаза на лоб лезут, что ты имеешь в виду? Я же зарплату приношу, я же тебе, ну, даю, что там, мусор ношу, ну, что ты имеешь в виду? Мы не близкие. What do you mean? Come on. И вот, правда, иногда вот мужчины пытаются вот всю жизнь как бы понять, ну, как это, ну, вот близко, что еще надо, каких нужно еще близких отношений. Вот точно так же и мужчины, и женщины реагируют на то, когда мы говорим с Духом Святым можно иметь отношения, можно иметь отношения близкие, но мы думаем, ну, ну, как это, ну, куда его, как, с какой стороны подходить, ну, что еще надо этому Духу Святому? Я же здесь, я же хожу, ну, не грешу. А Дух Святой, когда мы читаем о роли Духа Святого, наставит, научит, подскажет, напомнит, а мы как бы и даже и не знаем, когда это бывает, мы даже не вспомним, когда это было в последний раз в нашей жизни, и вроде бы и есть Дух Святой, но отношения или уровень наших взаимоотношений с Ним настолько далекий или неглубокий, вот почему сегодня нам важно иметь отношение, общение с Духом Святым. Якова 4,5 написано, Дух Святой, Он до ревности, написано, до ревности любит Дух, живущий в нас. Якова 4,5 Дух Божий, Он ревнует, Он хочет этих отношений с Тобою настолько, что Бог претендует, чтобы Он был у тебя на первом месте, не на втором даже, на первом месте. Написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всею крепостью, всем разумением твоим. Если вдуматься в эти слова, это невозможно. Если ты не знаешь эту личность, ты никогда не сможешь ее любить, хотя бы просто любить, а тем более всем сердцем, всей душой, всем крепостью, всем и так далее. Это невозможно, если ты мало знаешь или мало общаешься с Ним. Поэтому сегодня нам важно помнить, что Дух Святой ревнует и хочет иметь отношения с Тобою. вы знаете, что мы призваны иметь вот эти постоянные стабильные отношения с Богом, с Духом Святым. Но вы знаете, что бывает так, когда, например, ты пропустил день, два, не помолился, не имел этого общения с Духом Святым. Вы знаете, что я понял разницу между мертвой религией и близкими любовными отношениями с Богом. Если ты стараешься выполнить все правильно, и ты пропустил два дня, не имел отношений с Богом, чаще всего в твоем сердце будет большое чувство вины и осуждения. Я не сделал, не выполнил предписание закона. Вариант номер два. Ты просто будешь за ним скучать. Ты не будешь испытывать вот этого чувства тяжести, вины, что ты пропустил два дня, но у тебя будет вот это такое неописуемое внутри. Ах, я скучаю за этим общением. Сравним это в параллельной практической жизни. Вы со своей женой имеете близкие отношения, хорошее взаимоотношение, вы любите друг друга, и потом по каким-то причинам вы два дня не общались со своей женой. У вас есть чувство вины? Или больше чувства я скучаю? Вы знаете, это хорошо стремиться иметь общение с Духом Святым каждый день. Это правильно иметь регулярно. Но я хочу вам показать другой уровень или грань, когда ты настолько любишь Бога, настолько ты влюблен в Духа Святого, что ты не руководствуешься чувством страха, вины, я должен, а чувством я хочу, я скучаю, мне этого не хватает. Понимаете, уровень другой. Вот точно так же в отношениях и с Духом Святым. И я помню, как когда-то в моей молодости это случилось первый раз, когда я жил во Франции, мне один человек дал простой совет. говорит, каждый день 15 минут проводи в общении с Богом. У нас был третий этаж, там был такой эдик, как это называется, чердак. Я туда выходил, я помню, еще был тинейджером, выходил и каждый день 15 минут проводил с Богом. Засекал время, все так исполнял. Если вдруг на 17 минут, на 2 минуты больше, у меня уже на следующий день был кредит, 2 минуты, все выполнял очень четко и строго. И вот когда я вот так вот общался с Ним, какое-то время никаких, не было никаких особых чувств, никаких переживаний, была просто стабильность, общение вот с Духом Святым. И я помню, как однажды, я куда-то мы уехали в поездку, я там засуетился, вы знаете, когда уезжаешь, сбивается все, рутина сбивается и общение вот эти девочинтва и общение с Богом тоже нарушаются. И я помню, как первый раз в жизни я ощутил like вау, я хочу этого общения. Я скучаю за вот этой вот такой личной, уединенной, спокойной вот этой молитвой общения с Духом Святым. Друзья, я вам так этого желаю, чтобы у вас были такие близкие отношения с Духом Святым, чтобы вы просто за этим скучали. Еще добавлю, что когда у вас есть близкие отношения с Духом Святым, когда у вас есть близкое общение, то не всегда вот это общение бывает таким, знаете, приятным. Но это тоже можно сравнить с людьми, которые живут в семье в одном доме, правда? Вы же не всегда говорите друг другу только комплименты. Ну, бывает, делаете замечания? Ну, хоть раз в год. Вот если так вот с Духом Святым общение близкое, близкое, то вы знаете, что иногда бывает вот что написано, что бывает. Иоанна 16,8. Он, придя, обличит. А знаете, кто он? Это Дух Святой. Здесь контекст именно пишется о Духе Святом. Дух Святой, он придет и он обличит. По-английски Holy Spirit will convict or rebuke you. А когда Дух Святой начинает обличать, это уже не совсем приятно и лучше всего не слушать, как-то игнорировать. Но самое интересное, что этот же Дух Святой, он назван Духом Истины. И вы знаете, что самая большая истина есть в том, когда Дух Святой открывает нам истину за нас самих. И когда мы узнаем истину о самих, о самом себе, часто эта истина не очень красивая. И хочется сказать, это, наверное, не истина. Но истина всегда есть истина. Она и в любой стране истина. Вопрос, как мы ее принимаем. И вы знаете, в чем преимущество Духа Святого? Когда я подойду к вам завтра или через недельку и попробую вас обличить. Вы знаете, какие есть шансы? Шансы есть то, что я стану вашим врагом. Шансы есть то, что я буду виновен. Шансы есть то, что я не прав. Шансы есть на то, что вы разозлитесь, вы обидитесь, вы начнете грешить в своем гневе. И оно как бы неприятно будет обоим. И шансы есть то, что вы не примете вот это обличение. Но когда приходит Он, Дух Святой, и начинает обличать, вот тогда смотришь по сторонам, а как бы ты сам в комнате, сам ходишь, там что-то посуду моешь, в машине ковыряешься, а Он свою работу делает. И некого и обличить, не на кого даже гаркнуть. Вот Он так говорит, говорит, а у тебя только два варианта, принять или отвергнуть. Но Дух Святой сегодня по-прежнему действует, и одна из миссий, которая прописана, Он обличает людей в неправильных поступках, в грехах, в неверии, и так далее, и так далее. Вот почему сегодня не стоит думать, что Дух Святой, Он не обличает тебя. Потому что это одна из Его миссий. Если же ты давно не принимал или не слышал обличения от Духа Святого, возможно, ты потерял эту чувствительность, или же когда человек, вот я с вами разговариваю, а вы меня игнорируете, я вам говорю, а вы игнорируете, то что будет? Рано или поздно я просто перестану разговаривать. Логично, правда? Я с вами говорю, а вы в телефоне, я с вами говорю, а вы в телефоне, но я перестану разговаривать. А Дух Святой, если Библия говорит, Он личность, Он чувствительная личность, Он точно так же реагирует, как мы реагируем. И сегодня, друзья, у вас есть возможность практиковать вот эту молитву и обратиться к Богу и сказать, Дух Святой, обличи меня. Вы подумаете или помолитесь? Подумайте. Вы знаете, что я вот вчера помолился такой молитвой. Вчера помолился такой молитвой, а сегодня утром уже получил ответ. Вы представляете? Помолился именно молитвой, Дух Святой, покажи мне, где я не прав, обличи меня. Проснулся утром, ясная мысль, вот здесь ты не прав. Я так аж удивился, так аж сам себе улыбнулся. И вы знаете, что когда мы открыты, когда мы вот чувствительны к Духу Святому, то оно работает. Когда мы хотим, когда мы жаждем, а Духе Святом написано, его нужно жаждать. Это вот такая очень уникальная личность, Дух Святой. Итак, мы с вами поговорили об этом маленьком таком пункте, полчаса, что такое общение с Духом Святым, как оно происходит, как оно работает на практике. Второе мы с вами поговорим, написано в Писании, не огорчайте или не оскорбляйте Духа Святого. Это еще одно подтверждение, что это вообще невозможно, и возможно его оскорблять, что он есть личность. Ефесянам 4.30 написано, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. То есть Дух Святой, который в нас написано в Библии, что мы можем его оскорблять. Представьте себе ребенка, бейби, которого вам посадили на спину. Вот он там на спине у вас как-то держится. Вы можете понимая то, что у вас вот этот ребенок там на спине или на руках, на руках, скажем, вы можете с ним пойти с ребенком в ночной клуб? Вы можете стоять с этим ребенком под холодным дождем? Вы можете с этим ребенком начать прыгать? Ну, я отвечу technically you can. Технически вы можете зайти с ребенком и в ночной клуб, ну, так скажем, забежать хотя бы, ворваться, там, побыть, подышать сигаретами, этими дымом, там, всем и выйти. Технически как бы вы можете, но вы понимаете, что это очень-очень-очень неполезно для этого, для этой личности. Правда? Но вопрос, кто кем управляет? Ты управляешь этой личностью, которая вроде бы у тебя есть? Или же эта личность управляет тобой? И когда мы говорим о руководстве Духа Святого, то вот это вот такой визуальный пример, который может нам поможет как-то понять и может быть нам это поможет понять, как мы можем оскорблять, унижать или как бы пренебрегать вот этой личностью, которая есть Дух Святой. Интересно, что когда написано «не оскорбляйте Духа Святого», то здесь я вижу два смысла или две важные мысли. Первое, что мы можем оскорблять Духа Святого, игнорируя его, полностью игнорируя. Его присутствие, руководство, учение, обличение, все игнорировать полностью. А второй вариант, как мы можем оскорблять Духа Святого, это через наши отношения с людьми. Здесь это очень интересно. Никогда не думал, что мы можем оскорблять Святого Духа с помощью наших разговоров и отношений к людям. Оказывается, контекст очень хорошо это показывает. Ефесянам 4 глава с 29 по 32 стих. Вначале он прочитал, написано «не оскорбляйте Духа Святого». А если мы прочитаем пару стихов выше и пару стихов ниже, то здесь раскрывается как это на практике в контексте работает. Написано «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И дальше «не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». И вот видите, в середине этого списка написано «не оскорбляйте Духа Святого». Как интересно, что наше отношение к людям напрямую связано с нашим взаимоотношением со Святым Духом. И если наше отношение с людьми плохое, неправильное, как написано, если мы кричим, гневаемся, раздражаемся, обижаемся, ругаемся, то это оскорбляет Духа Святого. Правда, очень интересно. Это оскорбляет Духа Святого. И этим мы также можем сделать вывод, что Дух Святой, Он как бы помогает нам понять наше внутреннее состояние. Оно просто как бы его показывает наружу наше внутреннее состояние. Когда мы начинаем на кого-то гневаться, кричать, обижаться, ругаться, мы часто думаем, что виноват Он. на самом деле проблема внутри нас она давно была. Это состояние нашего сердца. Но у нас просто не было возможности проявиться. И люди, которые вокруг нас, они нам предоставляют золотые возможности. Возможности просто показать тебе, что у тебя внутри живет. Вот эту истину, если мы поймем, друзья, и согласимся с ней, она нам поможет в жизни. Часто все наши неправильные действия и слова в основном виноваты люди, правда? Если бы не доставал, не раздражал, то ничего бы и не было плохого. Но на самом деле это возможность, которая вскрывает тебя. Вот и все. Еще интересно то, что Дух Святой, его цель или работа Духа Святого всегда направлена на то, чтобы работать над тобой и изменять тебя. А работа плоти всегда над тем, чтобы изменять других. вот это можно уже даже записать. Работа Духа Святого всегда направлена на то, чтобы работать над тобой, изменять тебя. А наше плотское, второй вариант, всегда будет пробовать изменять других и обвинять других. А Дух Святой работает над именно тобой. И последнее, что входит в взаимоотношение с Духом Святым, это послушание Духу Святому, повиновение Духу Святому. Евреям 3,7 написано, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите его глаз, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Дух Святой говорит, но у людей есть вариант не принимать, отвергать, ожесточить свое сердце. Но я здесь, чтобы сказать, что послушание Духу Святому важнее даже, чем твои способности. Послушание Духу Святому важнее, чем твои знания. Послушание Духу Святому это то, что и делает разницу. Именно послушание Духу Святому. Например, когда Дух Святой говорит в нашу жизнь, мы часто ожидаем что-то такого сверхъестественного, супернэтчурал. Но часто Дух Святой говорит к нам очень простые вещи. Например, иди и попроси прощения. А мы думаем, и сразу второй контр-аргумент включается. Но чаще всего это Дух Святой говорит иди и извинись. И у нас начинается дебат, дискуссия. Иногда Дух Святой говорит иди убери в комнате. Да. Иногда Дух Святой говорит, что ты уже много-много-много скипуешь, пропускаешь церковь и служение. Ты уже полгода или сколько или год не постился. Ты уже и так далее, и так далее. И то, что нам помогает ходить в Духе, это именно послушание Духу. Библия призывает, чтобы мы ходили, жили, но это повиновение, именно повиновение. Вот почему сегодня нам важно для себя признать, что как часто когда мы какого-то человека что-то просим сделать, раз попросил, два попросил, мне часто приходится просить кого-то что-то где-то сделать, но если человек два-три раза отказал, скорее всего я его больше не прошу. Точно так же друзья и Дух Святой он дает нам напоминание, написано напомнит, Дух Святой дает нам наставление, он нас и обличает, он нам и дает задание, но если мы два-три раза проигнорировали, если мы игнорируем, если мы не заинтересованы, если я сам себе хозяин, Дух Святой комнату свою знаешь, пожалуйста закрывай дверь за собой, тогда это совершенно другие взаимоотношения, я могу кричать, рвать горло, Дух Святой во мне, я тоже имею, я тоже за, но вопрос отношений, взаимоотношений, Дух Святой это личность, которая очень такая хрупкая личность и которая дает тебе такой потенциал громадный, что если бы ты только знал потенциал, который ты имеешь в Духе Святом, ты бы, наверное, начал бы уже сегодня или завтра искать, копать и понимать больше, знать, что такое Дух Святой и что Он может сделать в твоей жизни. Дух Святой, подчинение Духу Святому за Иисуса написано Матфея 4 глава, тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Как вам кажется, это водительство такое, ну, приятное, не очень, и кто там был за рулем? Нам, правда, не хочется быть в пустыне, очень не хочется быть в некоторых местах, но написано, что Дух Божий, Дух Святой, Он повел в пустыню, ну, а дальше написано, что потом, вы помните последствия, которые были, что Он вышел с пустыни, написано, в силе Духа Святого, именно в силе Духа Святого. Деяние 13 написано, когда они постились, Дух Святой сказал, это еще одна практическая методика, когда Дух Святой говорит, когда они искали Бога, когда они постились, Дух Святой сказал, и Дух Святой говорит и сегодня, друзья, на уровне нашего сердца или Духа. Бог есть Дух. В Тебе есть Дух Божий. И этот Дух имеет дело с Духом. Вот почему важно настроить этот Дух правильно и понять, что это в другом измерении можно слышать Духа Святого, руководствоваться Духом Святым, быть в подчинении Духу Святому, переживать Духа Святого, учиться от Духа Святого, иметь общение с Духом Святым. Это совершенно другой уровень христианства. Дух Святой сегодня, друзья, все это мы можем иметь. Скажите, слава Богу! Как хочется этого желать, искать, жаждать, хотеть, копать, углубляться. Потому что Дух Святой сегодня работает и в нас. Филиппийцам 2 написано 13 стих. Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему изволению. Представьте себе, Бог в вас, написано внутри вас, производит, написано в новом переводе, пробуждая в вас желание и действие согласно его воле. А мы даже не помним, когда это было последний раз. А Библия говорит, что это именно так. В английском переводе написано, что Бог эффективно работает внутри нас, в нас, над нами, постоянно побуждая, давая нам сигналы, давая нам направление, побуждая нас, дает нам желание, не только желание, а дает и силу, чтобы это выполнить. Никогда не обманывайте себя, что я не могу выполнить то, что мне Бог сказал. Здесь написано очень ясно, Бог дает и желание, и силу. И именно благодаря Духу Святому Он это внутри нас делает, эту работу. Вспомните, как вы когда-то хотели кого-то посетить в госпитале и так и никогда не посетили. Вспомните, как вы хотели куда-то пожертвовать, даже с женой об этом говорили, но так и не пожертвовали. Вспомните, как вы когда-то хотели быть в каком-то служении, после какого-то служения, но так и до сих пор готовитесь. Вспомните то, что Бог побуждал ваше сердце, либо постук, молитве, либо еще к чему-то. Мысль промелькала, это было внутри вас, но вы помните, что оно там где-то заглушилось, оно где-то там не развилось, оно где-то там осталось. Вот почему написано в Библии не угошайте Духа Святого, не душите, не подавляйте его, потому что мы способны, как люди, это делать. Деяние, седьмая глава написано, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Какое страшное заявление, вы всегда противитесь Духу Святому. Оказывается, можно противиться, противостоять Духу Святому, но в Духе Святом есть жизнь, в Духе Святом есть жизнь, друзья, и эта жизнь с избытком, она дана нам сегодня, она есть в Духе Святом, там есть жизнь, там есть наслаждение, там есть откровение, там есть движение, там есть сила, именно в Духе Святом. Знаете, чем отличается храм от гроба. Храм и гроб чем отличаются? В храме есть жизнь. В гробе была жизнь. Вот почему Библия говорит, вы храм Духа Святого. Значит, у вас должна присутствовать жизнь. А фарисеям он сказал, а вы гробы, окрашены. У вас жизни нет. Но вы говорите, вы знаете Бога, вы много знаете Писания и Духа Святого имеете. Можно многое что рассказать, но жизни нет. Вот разница между ты храм или ты гроб. У меня сегодня к вам вопрос. Верующие, христиане, которые наполнены, которые имеют Духа Святого внутри. Вы храм? Есть ли там жизнь? Есть ли там действия Духа Святого? Есть ли там действия, водительство, откровение, направление, общение и взаимоотношение с Духом Святым? Или это только воспоминания? Или там уже жизни давно нет? Взаимоотношения, они мертвы. Мертвые взаимоотношения с Духом Святым. Вот почему сегодня нам нужно это возобновлять, копать, искать. Я помню, как я еще был, мне было лет 17. И я приехал домой на каникулы с Европы. И я помню, как я в 17 лет получил дар иных языков. Я помню, что не было в моей жизни ни до, ни после подобных переживаний силы Божьей в моей жизни. 17-летний пацан, который получил дар иных языков и начал молиться на языках, я пережил такую силу Божью, что я такой в жизни ни до, ни после не переживал. И знаете, что я добавлю? Что я тогда еще никакой теологии не знал. Меня никто не учил. Что это? Что это за дар иных языков? Он для апостолов, или для всех, как его понимать, как его принимать, а вообще оно надо или не надо, зачем, какая польза от этого. Никто, никакой теологии, ноль. Я ничего не знал. Все, что я знал, это то, что я это имею. Я получил, и я пережил большую силу Божью. Всем своим естеством, как подросток, не мог остановиться молиться. Не мог остановиться молиться. А сейчас попробуйте у подростка вместо iPad предложить молитву. Это сверхъестественные вещи, которые делает Бог и Дух Святой. Вот почему сегодня нам нужно друзья не просто такое мертвое христианство. Нам нужен Дух Святой. Нам он очень нужен. Я бы очень хотел, чтобы мы как церковь его искали, чтобы мы его жаждали, чтобы мы его жаждали. Написано, вы знаете, о Духе Святом, о жажде. Написано так. Иоанна 7 глава 37 стих. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Сие он сказал о Духе Святом. Оказывается, чтобы Дух Святой в своей жизни переживать, иметь, чтобы он как-то действовал в нашей жизни, написано, это нужно жаждать. Это нужно сильно хотеть. Значит, наверное, копать, углубляться. Вот именно к этому я призываю вас, друзья. Что это за праздник, если он просто праздник по календарю? Если его нету в сердце? Если в сердце нету жизни? Если в духовной жизни я увядаю, я умираю, я просто живу по каким-то стандартам хорошим, нормальным. Но там нету Духа Святого. Он не говорит, не направляет, не обличает. Я его не понимаю. Все, что ты рассказываешь, я не знаю. Вот почему сегодня у тебя есть шанс искать, углубляться, копать, жаждать, переходить в другое измерение, уходить от этого мертвого христианства и искать работы, действия Духа Святого в твоей жизни, не только в моей, именно в твоей. Тебе это надо. Тебя это будет животворить. И Дух Святой, он и сегодня до сих пор, сегодня мы имеем, друзья, в себе такой потенциал, именно Дух Святой. Вы знаете, что когда рождаются маленькие дети с руками и с ногами, они их не умеют использовать. Это все равно, что сегодня христианин, который говорит, я имею Духа Святого. Но никогда этими руками и ногами не пользуются. Ну а потом кто-то встает рядом и говорит, тебе надо ходить. Тебе надо не кушать руками, нужно держать вилку. Тебе нужно еще что-то делать. Но эта личность думает, ну я и без ног проживу, главное кормите. Нет, кто-то встает рядом и говорит, нет, вставай. Нет, тебе нужно двигаться вперед. Давай вставай. И начинает эта личность это ходить. А потом она падает. А потом она ползает. Потом она снова падает. Иногда бывает больно. Делает ошибки, ударяет. Получаются шишки, раны и так далее. Но рано или поздно эта личность начинает ходить. А потом начинает бегать. И получается жизнь в другом измерении. Вот что значит жить с Духом Святым. И иметь с Ним общение и взаимоотношение. Точно так же и мы сегодня. Мы иногда сидим и говорим, да, Дух Святой, я его знаю, я имею и так дальше. Но вопрос, ты живешь? Ты ходишь? Ты бегаешь? Ты летаешь? Или же ты просто еле-еле пришел сюда? Но Дух Святой именно Иисус сказал, для тебя лучше. Для тебя и для тебя лучше. Чтобы Он пришел. И чтобы Он начал работать в твоей жизни. Вот почему сегодня нам нужно активизировать вот этот потенциал, который сокрыт внутри тебя. Друзья, я призываю вас всех подняться на ноги для молитвы. Я призываю всех вас возжаждать, захотеть этого Духа Святого. Желать этих живых взаимоотношений с Ним. Живых, личных, стабильных, глубоких взаимоотношений и общения с Духом Святым. Давайте мы сейчас все будем молиться. Если кто еще не принял Христа в свое сердце, если кто еще не спасен, не раскаялся в своих грехах и хотел бы сегодня это сделать, то помните, друзья, что одна из миссий Духа Святого написана, Он придет, чтобы обличить мир во грехе и обличить людей в том, что они не веруют в Него, в Христа. Этот Дух Святой, возможно, Он говорит тебе лично сегодня и обличает, возможно, в том, что ты не веришь в Него. Не закрой свое сердце, не ожесточись, прими его в сердце. Если ты желаешь сегодня покаяться и отдать свою жизнь Христу, это можно сделать прямо сейчас. Ты можешь поднять свою руку и мы за тебя помолимся. Для всех, кто уже это имеет, я призываю вас, церковь, давайте мы возвысим свой голос и будем обращаться к Богу живому, к Духу Святому, к Духу Божьему. Субтитры создавал DimaTorzok